Девушки отдыхают Девушки отдыхают В точку, великие умы мыслят одинаково Вас ждут две недели абсолютной роскоши на Багамах Я... Муа, 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 муа Мистер Ру Реклама стартовала в конце 2016-го Файер обещал нам пляжи, девушек, изысканные блюда, роскошные виллы Все действие пройдет на личном острове Файер Кейна, Багамах Остров ранее принадлежал Пабло Искобару Стоимость вип-билетов доходила до 250 тысяч долларов Плаващие свиньи Блинк 182 Мейджор Лейзер Стальной барабан Добро пожаловать на Файер Фестивал Лучшие две недели в вашей жизни Я немедленно купил себе билет Этот день настал Около пяти тысяч человек направляются в аэропорт Майами По пути на Файер Кей пассажиры сталкиваются с огромной задержкой Кстати, Файер Кей — неправильное название Так как такого острова не существует Во время рекламы они ссылались на этот остров под названием Норманский Который, кстати, принадлежал Джорджу Янгу, а не Пабло Но все это не имеет значения, так как на самом деле мы отправляемся на Великую Эксуму Личный остров? Забудьте Население — 7 тысяч человек И, кстати говоря, мы, по сути, находимся на парковке курорта Сэндлс В итоге лишь 500 человек добралось до острова Оставшиеся гости в спешке отменяли свои полеты, и сейчас узнаете почему Нас посадили в школьный автобус, и мы отправились в путь Пункт назначения — грязный пляж с кучей палаток Фима О, нет! Помните обещанные роскошные виллы? Это была шутка Наслаждайтесь отдыхом, и не забудьте свою комплиментарную миску риса от Юнисеф Немедленно разверните этот автобус На месте никто не мог найти свою палатку, так что персонал попытался собрать всех в очередь Эта идея была отброшена, и гостям сообщили каждый сам за себя Ожидая вечеринку, этот парень заранее закинулся веществами перед полетом Он веселился в одиночку Пи***о, давайте тусить, ребята, мы здесь, чтобы тусить! Все немного не в духе, так как прошло уже пять часов, а еды все еще нет Из-за недостатка провизии персонал начал раздавать всем желающим бесплатную текилу Это только ухудшает ситуацию Вскоре еду все-таки привезли, и она, как и обещалось, была восхитительна Гурманский крафтовый обед как-никак Несколько часов спустя на грузовом контейнере был привезен багаж На дворе уже ночь, а света все нет По сути, все ходили со своими телефонами и искали свой багаж У многих людей был украден багаж Но не волнуйтесь, если вы переживаете за свои ценности, то фестиваль предоставит вам современную охрану Вот она Правда, никто не предупредил гостей в собственных замках Были слухи о нападениях местного населения Я также слышал о пробешенных собак Возможно, даже сгорела одна из палаток Ближайший пляж имел проблему с акулами У персонала не было ни униформы, ни рации Так что никто не знал, кто из кто Организаторы не могли координировать свои действия Вот туалет Спустя пару часов большинство членов персонала сбежало Некоторых гостей, которые просто хотели насладиться живой музыкой, ждал еще один облом Все основные музыкальные акты были отменены Позже было подтверждено, что Мейджор Лейзер вообще не приглашали выступать Фестиваль был заявлен как безналичных, так что вместо денег у них были бесполезные дисней-баксы на браслетах Файера Это значит, что гости не смогут ничего купить или же заказать такси Также на 500 человек не нашлось достаточно палаток и кроватей Так что они просто воровали друг у друга И если кто-то решится сбежать в Сэндлс, то спешу вас огорчить Сейчас пиковый сезон и отель полностью забит В отчаянии люди идут за помощью в посольство Пару часов спустя большинство людей решают вернуться в аэропорт Когда почти все гости были готовы бежать домой, в дело вмешалось багамское правительство И фестиваль был закрыт Но бегство в аэропорт принесло новый ворох проблемы Гости часами сидели в душной комнате, обезвоженной и с диким похмельем Не совсем понятно, зачем работники аэропорта закрыли бедняк на замок Мы заперты на замок Но во время ожидания один из гостей успел потерять сознание В итоге все смогли вернуться домой Кроме меня Я пытался помочь кое-кому, думал, произошла беда И я просто заблудился в лесу Итак, дома в сферах медиа начался настоящий дерьмо-шторм На Реддите была создана страница Файер-фестивала На которой были задокументированы все события Люди рассылали липовый твит от Я, в котором он написал фестиваль как социальный эксперимент Не обошлось без тематических мемов Среди маркетологов эта история стала ярким примером бездарного предпринимательства В ответ Файер начали рассылать письма с требованиями о прекращении рассылки плохих слов в сторону компании Мистер Рулл выпустил официальное заявление, в котором он извинился перед гостями и отрицал свое причастие к инциденту Интересно, что его даже не было на острове В тот день он давал концерт в Чикаго Также интересно, что компания предложила всем гостям полный возврат денег Или же... Вы всегда можете задать миру жару И забронировать бесплатный билет на следующий файер-фестивал в 2018 И VIP-билет на файер-фестивал в следующем году? В следующем году? Вы серьезно? В следующем? Тем временем Билли пытается снизить ущерба Он заявил, что за ночь до фестиваля произошел чудовищный шторм И превратил все обещания во вранье Мы были очень рады закончить подготовительные работы к вечеру среды Все очень хорошо смотрелось, но, к сожалению, нагрянул большой шторм Но извинений не было достаточно Спустя пару дней был отправлен первый иск Адвокат Бен Майсейлес не видит в этом ничего смешного Им был подан групповой иск на 100 миллионов долларов в сторону организаторов Затем еще один иск Потом еще семь После в дело вмешались федералы Билли обвиняется в электронном мошенничестве Крайне серьезном преступлении с крайне серьезным наказанием Об этом чуть позже Но сначала Давайте прямо сейчас погрузимся в историю файер-фестивал Реклама была хороша Чтобы распространить инфу про фестиваль Было задействовано около 400 влиятельных людей То бишь звезд Инстаграм Взамен на эту услугу им предлагались VIP-билеты или же деньги Им даже как-то удалось задействовать Кэндал Дженнер Ходили слухи о том, что за этот пост Ей заплатили около четверти миллиона долларов Реклама сработала как надо И все билеты были проданы Но что же пошло не так? Давайте начнем с денег Во время начального планирования Консультант предположил, что на организацию фестиваля Потребуется около 50 миллионов долларов Плюс дополнительный год планирования Они должны были планировать это еще года два А это было уже после сделанных обещаний Естественно, что нужная сумма не была собрана Так что они начали срезать излишки Помните роскошные виллы? На одну лишь их постройку ушло бы 10 миллионов долларов Так что от них пришлось отказаться Теперь всем достанется по палатке Гонорар группам? Нет Еда, инфраструктура, персонал? Все было срезано Но вы можете спросить Почему у них было так мало денег, если они продали все билеты? Все дело в цене Она была очень низкой Но погодите Билеты до 250 тысяч долларов — это слишком мало? На самом деле в СМИ обсуждалась эта тема Многие с издевкой относились к гостям фестиваля Думая, что какую-то группу малолетних богатеев Обвели вокруг пальца ценами в 12 тысяч долларов И за это стоит благодарить желтую прессу Цифру в 12 тысяч долларов можно было увидеть повсюду Но на самом деле очень мизерный процент гостей заплатил и долю от этой суммы Стандартная цена за билеты оценивалась в 12 сотен долларов И взамен вам дают две недели отпуска на Багамах с покрытием всех расходов Это чертовски хорошая сделка Также имели место быть и билеты по 500 долларов Полгода назад нам повезло заранее забронировать специальную путевку за 500 баксов В нее входило питание, транспорт, билеты, место для сна И как они собирались ввести дебет с кредитом? Да никак Также не было найдено физических доказательств приобретения кем-либо билета за 250 тысяч долларов Так что теперь им некуда деваться Билли стал собирать краткосрочные кредиты, чтобы как-то держаться на плаву Кстати, именно по этой причине была придумана тема с браслетами Фаера Им срочно нужна была наличка И было объявлено, что незадолго до фестиваля было куплено 2 миллиона долларов во внутриигровой валюте Но этого все равно было недостаточно У Билли не было ни гроша в кармане, а до мероприятия оставалось пара недель Более опытные коллеги предлагали ему отсрочить фестиваль Но это было невозможно из-за нависающих долгов Так что он продолжил двигаться дальше Также персонал пытался снизить ущерб, отговорив знаменитостей от посещения фестиваля Ну и как вам фаер фестивал? Так что теперь Билли и Джа имеют кучу серьезных проблем Но я прошу вас, дайте возможность одному провалившемуся фестивалю получить сиквел Что ж... Билли вышел под залог в 300 тысяч долларов Его активы были заморожены в мае 18-го Он отказался от дорогих адвокатов Он продал свою недвижимость в Нью-Йорке Он попытался продать магнези за 150 тысяч Но никто не захотел покупать эту шарашкину контору По уши в долгах и без надежды их когда-либо выплатить Фаер объявил о добровольном банкротстве И вот так пришел конец истории фаер фестивал Я дам вам знать, если Билли посадит в тюрьму Прощай, фаер фестивал Ты был слишком прекрасен для этого мира А что касается меня Что ж... Пора вернуться домой Два часа спустя